здравствуйте дорогие зрители давно не виделись привет привет всем да новостей всяких у нас получилось за это время много ну самое главное у нас эпохальная новость была это женитьба брэда пита анжелина джули которая заколебала по полной программе всех вообще во всем мире просто дня без строчки не было подожди подожди дорогая под тарахтишь как этот чё значит заколебала они наконец женились они женились но просто я имею ввиду что включишь телевизор там они включишь радио там они залежишь в интернет и там они я утюг боюсь включать а ты не включая тюга туда исламист вылезет за этим как его голова резать будет и но тут самое главное других новостей в мире никаких просто не было да вот по стране с семейным счастьем этой самой пары кто такие все остальные по сравнению с джоли которая себя сиски отрезала не ну да конечно это сам большая проблема в мире да а теперь знаю и женщина какой ты странный не но тут а сама эта последняя новость была про эту пару до что брэд купил своей жене уже законной часики за 3 миллиона доляров а вот а я бедные да нет то что не беднеет она вот ему там остров хотела греческий купить нужно я купил или нет но тут дело не в этом а вот я все время интересуюсь чем часы за 3 миллиона долларов отличается от таковых же за 100 долларов эй женщин как ты не можешь понять они более точно время показывают ага межгалактическая да как ты не понимаешь это суши чем дороже часы тем точнее время они тебе показывают понял я поняла ты разрешила все мои сомнения вот видишь всегда надо говорить умным человеком ладно умный человек тут другая то тоже новость упущенная женитьба джорджа клунина когда билы я уже забыла дайте я тебе напомню потому что смотри он значит женился наконец на этой самой даме своей амаля малым женщин с мужским именем так как ни странно да в общем-то это за как у нас в литве была куча женщин с мужскими окончаниями томата чунас же брюнас почему потому что они в россии допустим там вышли замуж за этих литовцев им в паспорте так вот в мужском варианте и и писали народ разжил до колик ну почему нет им все равно на каком этом писать мужской женский вот именно один черт а вот я точно так же здесь амаль а аламуддин ну так вот совет для любовь конечно но тут же появились за какие интересные теории что это вообще-то всего лишь пиар проект потому что джордж клуни сказал что он хочет быть президентом сша и вообще он очень красивый президент да да вот понимаешь ему такая жена адвокат совершенно жизненно необходимо она что из катара нет она из ливана вай ошибся дойдет ошибся ошибся надо было катарской женщина взять и у него тогда деньги были бы а так что у него есть большая большая женщина с мужским именем фи нет женщин у него ничего себе женщина него очень известный адвокат она защищала этого самого основателя викилиц она защищала машинка европейском парламенте я вижу как она защитила и тех и тех совсем защищенный тут и тут и тут сидели благополучно вот 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 я же говорю к луне если он женился не по большой любви дурак совсем всем хорошо у нее один из самых красивых мужиков голливуд правильно а в а у него женщина с деловой хваткой и прекращение слуха по нетрадиционной ориентации а ну потом вот он причин настоящий а ты всякие сказки про политика рассказываешь не но почему сказки ну смотри вот обама говорят и пишут что его мишель вообще мужик и даже на фотографиях член нашли ну и что в боже о боже какая прелесть вот я какая классная женщина мила кунис и эштон кучер стали родителями наконец-то не прошло девяти месяцев благополучно родилась и . 1 октября чего дэми мур им подарка прислал они дэми мур им подарка не прислал у нее свои проблемы там проблем этих дофигища потому что у нее дети выкомаривать черт знает что у нее дети такие же крутые как их папа еще и такие же красивые я пока тут фотографии искала видит бог это нашей серии найди 100 отличий между двумя дочками между дочкой талулой и дочкой скаут это же ужас какой-то они на одно лицо блин а не мало того что на одно лицо они еще страшнее как смертный грех они у папы взяли грубые черты у мамы взяли ее уродство до пластической операции и ее привычки замечательно потому что значит младшая дочка сама талула пустилась во все тяжкие и злоупотребляет алкоголем и наркотиками ну вот когда это дело обнаружено знаешь как обнаружилось старшая скаута ее заложила она застукала когда-то какая-нибудь это значит стукнула папе папа естественно рассказал маме они выступили в единым фронтом и сказали дочки шоу пусть она значит губы закатывает подарили губу закатывающую машинку новым по модификации новой модификации очень быстрая такая надежная потому что они и наследство на петляша суши я не понимаю вот где папа вот где дочка разница никакой нет ну на фотографии одной тоже если на папу надеть парик будет как раз дочка точно суши сделать его на 10 лет моложе а тут есть парик на папе одеты и совсем красивый женщина короче девочка поняла что ничего ей не светит издовольствие снимут вот как говорится костлявая рука голода сжалась на ее хрупком горле и она пошла голый по улицам бродить нет оно пошло в клинику реабилитационная а потом когда вышла из клиники то решила значится показать всем как свободу любить и во время интервью одной из телепрограмм начала раздеваться а ну наш язык и здравствуйте да ну что лечили видимо не понимаешь ты женщина не до лечили перелечили перелечили но так вот говорят что это значит родители виноваты они там разбавались на нее родили на белый свет конечно сволочи виноваты а то что ей девочки до больше уже двадцати лет и уже пора бы как бы башкой своей думать это конечно слушай но а горит а вот деми мур сама такая сика она сама в общем и наркотики алкоголь и чего там только нет чего говорит хотите от ребенка ребенок весь мама папа пошел в особенно мама еще одна то это скаут которая молодец она значит мало того что фотки странные своего папа в интернет выкинула особенно вот эта вторая мне нравится это который вторая я не понял там где он с голой грудью идет или он где бабские одежды одел это который бабской одежды одел а вот эта которая с голой грудью это она сама на в таком виде выперлась на улицу и решила что-то прикупить в уличном магазинчике нормально а че нормально ну и как уличный магазинчик торговля резко подскочила я думаю классная семейка я считаю смотри таланта нет красоты нет ума нет чем пиариться будешь ну вот сиськами голыми простите вот и все два плюс два всегда восемь точно иногда пять не 5 это уже не модно вот так сейчас модно восемь процентами мерая керри тоже чудненько так прокатилась в японию с концертами на славу концерт удался но ты не попадала и и пела хрипела забыла слова любимой песни миллионов публика конечно было в полном восторге да ты еще деньги назад потребовали потребовали да хороший публик да японцы люди вежливые но на их достала он же говорит не допела не допела или не допела не знаю короче очень очень был плохой концерт и говорят что она голос теряет от переживаний на нервной почве короче говоря мой бедный почему да с мужем разводится вот и поэтому этот стон у них песни зовется а с мужем разводится кушал жутко ревнивый говорят значит любит не но там видишь там последний скандал был когда она снималась в клипе и в общем там были такие сцены весьма такие интимные и сама виновата дура такая спровоцировала мужчина мужик сидел присутствовал при съемках когда он увидел там некоторые сцены просто кинулся там партнера избивать где выгода где невыгода понимаешь ниоткуда пришел не в никуда уйдет все нормально ну да муж мира я керри да кто это да этот бывший но тут самая главная новость на сегодня это жерар извините за выражение депардир это который гордится шон россиянин да это который до гордится тем что он жуткий россиянин и друг рамзана кадырова но тут близкий друг причем постельный знаешь уже в свете того что он свои книжки написал уже может быть все короче написал он книгу да и рассказал значит свои книги о своей бурной биографии хорошей модный молодой сукин сын красивый был мужик да нет некрасивый он никогда красивым не было большинство но красивые обезьяны но он обаятельным все равно сейчас обаятельны когда когда трезвый такой бывает редко полу а вот так вот он рассказал что он занимался проституцией с десяти лет к нему значит на улице подошли и сказали мальчик будешь конфетку очень хорошая дырка имеет разработанный вы эти умоляю это мы вырежем а вот не буду ничего вырезать зачем вырезать короче сиди слушай сюда женщина слушай сюда 10 лет а был он очень рослый пацан и в общем короче говоря его принимали за подростка и лучшим с клиентами за деньги общался но его ты в кино он точно так же попал потому что агент который искала для гей-сообщества актеров молодых не курсу театр был он ему оплатил курс актерского мастерства пах фото вот как поднимаются люди которые вообще только обаятельные да действительно и ни разу некрасивые файон чуть-чуть страшнее обезьяна ой красивее обезьяна и он поручил он рассказал что он обворовал своих клиентов что он промышлял воровством на улицах что он даже сидел в тюрьме за угон автомобиля и опять же про дешевка он был кто виноват кто мама папа конечно не я не ты не любили не жалей ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай да-да мама несколько раз пыталась от него избавиться когда он еще только в проекте был а он что это помнит ну он говорит что ему об этом рассказывали он ближний человек вот человек сидит вообще с пьяна да и думаю кто же виноват в шоуе так вот по-скотски живо мама виновата паразитка такая меня не любила совсем пай-пай-пай-пай ну вот так вот мы очень короче говоря до сих пор видите как конченый идиот именно потому что мама виновата суши его мама по моему давным-давно помер не важно все равно виновата на свет родил виноват сволочь казнить туда тут уже в принципе как бы разложение личности полная деградация идет тут уже ничем не поможешь на фотографиях он такой розовый поросенок откормленный печень не к черту нос пополам ну печень да с его образов жизни с печенью там наверно вообще трагедия бедный бедный совсем разделился на запчасти фу какая гадость ну вот вот на сегодня как бы все да сын у него был намного более талантливым и красивым увы ну в общем понимаешь тут и говорят что он очень на все тяжкие пустился именно после смерти сына и ну не знаю поверим конечно так оно и было так оно и было он был более-менее он держался в руках занимался бизнесом а когда гиом умер он он понимаешь это он был виноват в том что с гиомом произошло во всем он развел его же за женой ему этой любимой и он в общем что мог где партия нагадил пожалуйста за него этот гиом попал катастрофу остался без ноги и начались у него все эти онкология началась по этому поводу короче парень умер за я не знаю как его мамаша виновата но из него получился отвратительный папаша ну знаешь там есть другими детьми там тоже проблемы так что ну потому что он ужасный отец он ни к чему что отец говно по и пардон зато он россиянин весь все рассеянный ну да да привалило россии большой кусок счастья хорошо что не украине слушай а то был бы еще один повод у него кстати в крыму виноградники почему нет кремское вино ой какой хороший если правильно сделать конфет было 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 так что нормально нормально это все да на сегодня это все да а не несущий не все один вещь хочу добавить мой лично персональный ты что девушка вчера стартовал десятый сезон мой любимый сериал сверхъестественное вот и этот сукин сын который играл главный герой который дин винчестер сужи он каждый раз все красивее красивее становится что такое не честно да не честно не наверное что ты такое кушает что он красивый такой красивый глаз не отвести сделай программка да сделаю почему-то по поводу такой красивый мужчина программа надо сделать вот и сделаю вот такая заметь и я тебе за язык ныть я тебе за язык ныть я языкной враг мой да меньше говоришь лучше спишь ладно на этом благополучно закончили программы ну все подписывайтесь на наш канал до свидания подписывайтесь честно говорю